МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теста. Ой, да какого теста? Торта, конечно. Десертов. Десертов, тортов и закусок. Это, Татьяна Александровна, после праздников. Да ладно вам, Татьяна Александровна. Да ладно вам. Татьяна Александровна, есть такой праздник в нашей жизни, как Татьянин день. Я никак не могла забыть про это. И я вас поздравляю с этим днем и вручаю вам букет из зефира. Вот такие розы прекрасные. Посмотрите, уважаемые телезрители, что зефир может быть в таком виде, в виде роз. Прекрасный подарок, чтобы в душе всегда цвела десна. Посмотрите, дорогие телезрители, я думаю, что у нас с вами запланированы в новом году мастер-классы членам нашей команды Светланы Топилиной. И она научит нас делать такие же подарочные маленькие букетики. Ведь скоро будет 8 марта. И как приятно есть, что вы подарите маленький букет роз из зефира. Правильно? Сделаем такую телепередачу? Конечно, сделаем. Конечно, сделаем. А сейчас большое спасибо. И что? И хочу еще подарить вам, я знаю, что вы очень любите красивые украшения, и вот это натуральный перламутр. Я хочу, чтобы вы носили, дарю вам с любовью. Спасибо большое. Одевать-то не будете в следующий раз? Может быть, и одену. А может быть, и одену. Да, красиво. Не на боку? Нет. Ну вот, дорогие телезрители, а я в свою очередь хочу поздравить всех Тань, Танечек, Танюш, такими словами, в Россию на особенку Татьяны, каким-то тайным светом осиянной, какой-то чистый дышит теплотой, как ангелы-хранители над нашей страной. Поэтому всех вас поздравляю с Татьяниным днем. Это еще и день всех студентов. Особенно своих выпускников, учеников юридического колледжа «Комитент», которые когда-то принимали свой диплом из моих рук. С Татьяниным днем всех вас. От света хочу тебе сказать о том, что на эту тему я даже выпустила три сборника. Называется он «Татьянин день». Татьянин день, три сборника вот таких я делаю к этим прекрасным зимним праздникам. Ну а сегодня к Татьяниному дню, который, я думаю, будет длиться прямо до самой весны у нас, особенно в студенчестве. Ты приготовишь нам какую-то закусочку? Нет, Татьяна Александровна, у нас сегодня не закуска. У нас сегодня заливной пирог с начинкой из зеленого лучка и вареных яиц. Это очень легкий пирог, справится любая хозяйка. Итак, приступим. Для этого нам нужно майонез, сметанка, разрыхлитель, мука, соль, сахар, кунжутик для украшения, сырое яйцо, два вареных яйца, зеленый лучок, ну а перчик и соль по вкусу. Итак, начнем с начинки. Возьмем чашу, яйца. Яйца нужно порезать мелким кубиком. Если кто-то захочет натереть на крупной терке, пожалуйста, сильно мельчить не надо, чтобы у нас начинка была рыхленькая, чтобы у нас тесто затекло между начиночкой и все хорошо закрепилось. Пирог-то у нас не простой, а заливной. Берем лучок, зелененький, свеженький, и режем. Нужно нам начиночку поперчить и посолить, перемешать и пока отставить в сторону. Ну все же пирожки с луком, с яйцами пекут, да? И делают вот такая начиночка у нас красивая, почти весенняя, хотя зима на дворе. Отставляем пока в сторону. Теперь приступим к тесту. Тесто очень легкое. Достаточно все просто перемешать. Итак, берем яйцо. Я опять отдыхаю. Ну ладно, раз меня поздравили с Татьяниным днем, то, дорогие телезрители, мне ничего не остается, как отдыхать сегодня. Соль, сахар. В рецепте указана только сметана, но мне очень нравится, если я добавлю немножко майонеза. Почему? Тесто более мягкое получается. Более мягкое. Мне вот с майонезиком больше нравится. Конечно, сметаны должно быть больше. Ну вот майонезика прям пару ложечек столовых, больше не нужно. Просто перемешиваем. Перемешиваем сметану, майонез, яйцо, муку, немножко разрыхлителя, совсем чуть-чуть, пол чайной ложечки. Раз ку-ку, два ку-ку, оба шлепнулись муку. Вот у меня родилось стихотворение, пока я молчала. Перемешиваем. Тесто должно быть консистенцией густой сметаны. Ни гуще и ни жиже. Ничего взбивать не надо, нужно просто перемешать. Если вдруг вы переложили муки, то добавьте немножко сметаны или майонеза. Начинка у нас готова. Берем форму, сковородку, выстилаем пекарской бумагой. Но у меня сегодня вот такая специальная одноразовая форма, которую ничем смазывать не надо. Она где-то продается? Да, да, где в упаковке в магазинах продаются. Мы берем часть теста, где-то в один сантиметр наливаем на дно формы. Вот такой консистенции теста у нас должно получиться. Наливаем. Разравниваем. Половинку теста получается? Нет, одну треть где-то. Одну треть, да. Здесь у нас две трети осталось. Да, и теперь у нас такая интересная вещь, которую как бы нужно учесть. Пирог заливной. Нам нужно, чтобы у нас края же слепились и начинка не попала. Один сантиметр до края мы начинку не докладываем. Сейчас я положу и покажу вам. Для того, чтобы вторая часть теста легла, да? Да, да, чтобы соединились края. И начинка, она, конечно, не жидкая. То есть это наши с вами пирожки с луком и яйцом в другом варианте? Да, в другом варианте. И как бы я слышала, более вкусным? Да, он по-другому получается. Мягче намного. Он же в духовке печется. Ну и скажем. А как называется вот то тесто, которое ты приготовила? Это, так сказать, сдобное тесто? Или это... Или просто самодельное? Сдобное. Оно же на сметане да на майонезе, конечно, сдобное. Сдобное тесто. Все, угадаю. Вот посмотрите, один сантиметр до края я не доложила начинке. Теперь мы берем оставшееся тесто и заливаем начинку. И никакого мяса я не вижу тут. Ну нет, это же с луком и яйцом какое же тут мясо, Татьяна Александровна. Ну, мясо вот рядышком положите. Это я говорю мужчинам, которые всегда говорят, когда мясо, когда мясо. А мы вам что? Рульку весь Новый год показывали. И вот теперь надо тесто разровнять. Духовка разогрета до 180 градусов, печем 30 минут. У кого какая духовка, может быть, 25. Вот, сейчас мы разровняем. А где продаются эти формочки? Люди всегда спрашивают, где купить кондитерские всякие штучки, дрючки? В магазине для кондитеров или где мир упаковки. Мир упаковки. Все понятно. То есть в магазине для кондитеров? Или там, где мир упаковки, можно вот это все приобрести? А чтобы навести красоту, берем кунжутик, и будет вкусно. И посыпаем кунжутом. В оригинальном нет варианте кунжута, но нам так захотелось. А кунжут как-то пахнет? Да, он поджарен. Да, он жарен кунжут. Итак, дорогие мои, ставим в духовку на 25-30 минут при температуре 180-200 градусов. И уходим пить чай. И вы, дорогие телезрители, и мы. Итак, наш пирог готов. Достаем из духовки. Тихо достаем, улыбаемся. Нельзя. Смотрите, какой красавец у нас получился. Посмотрите, какой румяный. А как же мы его назовем? Заливной пирог с луком и яйцом. А попроще как-нибудь, поласкивай как-нибудь. Ух, Татьяна Александровна, я прям не знаю. Наверное, назовем пирог очень вкусный. Ну, очень вкусный, понятно. Все это понятно. Дорогие телезрители. Ну, придумайте нам ласковое название к этому пирогу. И мы обязательно к вам вас пригласим в гости, если вы нам позвоните. И пригласим именно на этот пирог с названием, которое нам особенно понравилось. Хорошо. Здорово придумали. Хочу предупредить, что в духовке он поднимется вот такой шапочкой. А когда вы его уже вытаскиваете, он вот когда чуть подстынет, он вот так опустится. Не пугайтесь, так должно быть. И так режем. Тишина в студии. Да. Режем пирог. Режем пирог. Может, ой, какой он. Посмотрите, как поднялся. Он как будто ездит. Мощиночка. Как будто омлетик, да? Да, да, похоже. Он похож на омлет. Очень похож. Ну-ка, можно его понюхать? Можно попробовать. И он очень-очень нежный. Ну, попробовать мы не попробуем. Вначале мы покажем телезрителям. Затем мы покажем еще и его показывать давай. Вот, смотрите, разрез вы тут увидели и здесь. Посмотрите, какой он высокий получился. Хорошо поднялся. Ну, просто прелесть. На завтрак угостить гостей. Вы видели, как очень быстро делается. Плюс еще время на выпечку. Все. Сколько минут вообще нужно на все это приготовление? Да минут сорок. За десять минут все замешали. И целый лук, и тесто. Суть которого, еще раз повторим для телезрителей, именно вот рецептуру теста. Мы берем сметану, майонез, яйцо, соль, сахар, муку, сродоклителем. У нас получается заливное тесто. Вот обыкновенное заливное тесто. То есть вы уже заливные пироги делали. Но здесь профессиональный кондитер. И все как-то получается нежно и вкусно. Поэтому лучше еще раз спросить у нее. Ну что ж, дорогая Света, спасибо за поздравления. Вот. А теперь я хочу, чтобы ты сделала какое-то пожелание, как всегда, нашим телезрителям. Дорогие телезрители, смотрите Уральскую кухню. Еще впереди очень много вкусных, простых и доступных рецептов. А я добавлю и мастер-классов с нашей королевой десертов, закусок, тортов Светланой Топилиной. Ну, а что от имени Татьяны, я хочу сказать. То, что касается меня. Татьянин день. Прекрасное созвездие, в котором я не знаю, сколько плыть. Пока ты есть, Татьянин день. Я сердцем, да сердцем, не рассудком. Буду жить еще раз с праздником. Все россиянки с этим прекрасным именем Татьяна. Всего доброго, дорогие друзья. До новой встречи на телеканале Евразия. До свидания.